Некоторые события Когда вижу, что происходит на Украине Я не знаю, я так понимаю, что не все понимают, что происходит на Украине Не все до конца осознают Где-то кто-то услышал о том, что российские войска отводят от границ И все расслабились И хочу, чтобы мы осознавали до конца, что происходит на самом деле На самом деле идет война Можете осуждать меня за это, можете не осуждать, это ваше право Я хочу, чтобы вы реально смотрели на вещи Идет информационная война, очень серьезная война Которая просто разбивает в пух и прах отношения Которые годами устанавливались, годами строились Отношения между родственниками Отношения между близкими Отношения между родными Все разбивается в пух и прах Если у вас есть родственники в России Вы можете просто позвонить и убедиться в этом От некоторых подказывались, как от родственников, которые живут на Украине То есть есть масса вещей, которые говорят о серьезной информационной войне Которая ведет к разрушению Всего, чего оно касается Второй идет война такая диверсионная Слава Богу, мы этого пока не чувствуем В Черкассах мы этого не переживаем Но на самом деле по всей Украине идет серьезная война диверсантов Происходит это самым разным образом Проявляется в самых разных вещах Это и в тех же российских флагах на улицах городов украинских и так далее И это не просто какие-то, знаете, вещи там, игры какие-то Ну кто-то взял флаг, русский пошел по городу Просто ему так поприкалываться Это серьезные вещи Это серьезные вещи, которые, ну, в духовном мире имеют силу Мы не случайно имеем знамена в церкви Это духовные символы, духовные вещи Мы не случайно оперируем ними Мы делаем какие-то определенные действия В этом есть определенная сила То же самое Русские флаги на улицах Украины Это не безобидные вещи На самом деле За этими вещами стоят определенные Во-первых, духи Во-вторых, за этим стоит определенное настроение Которое сегодня не в пользу Украины Которое сегодня настраивает людей Вы можете услышать сегодня Донецк, подымайся Донецк, вставай Донецк начала пособирать по всей Украине А потом уже вставать И тем не менее И тем не менее Мы видим, что этот настрой идет И это серьезные вещи И против этих вещей нужно воевать Против этих вещей Этим вещам нужно противостоять И этим вещам может противостоять Кто сегодня? Церковь, прежде всего Народ Божий Поэтому вы можете расслабиться И расслабляться дальше Вы можете не ходить На посты и молитвы Которые церковь объявляет Вы можете не ходить на молитвы Которые делаются на площадях городов Вы можете успокоиться и ждать И вы обязательно дождетесь Но поверьте То, чего вы дождетесь Будет огромным минусом для вас И уже нужно будет Не то количество молитвы Которые сегодня Бог ожидает от нас А нужно будет Не вставать с колен И это будет намного серьезнее Я не хочу как-то запугивать вас сегодня Но я верю в то, что Божий народ это мудрый народ И я верю, что Они распознают Времена и сроки Они видят, что происходит И не закрывают на это глаза Знаете, мы не в розовых очках живем сегодня Мы реально смотрим на вещи И я бы очень просил церковь Соответствовать призванию церкви И быть церковью, несмотря ни на что Как бы ни было трудно Как бы ни хотелось Как бы ни приходила апатия Как бы ни атаковала депрессия Что бы ни происходило в твоей жизни Дорогие мои Мы не имеем права сегодня На то, чтобы просто сидеть дома В депрессии Или еще в каких-то вещах Или еще в чем-то Мы не имеем на это ни малейшего права Услышьте меня сегодня Поэтому я хотел бы, чтобы мы все пересмотрели Своё отношение К нашей земле Отношение к Богу К Его воле Отношение к тому, что происходит на Украине И чтобы мы как-то отождествили себя Если мы на самом деле воины Иисуса Христа Мы должны отождествить себя с этим Если мы не верим в то, что Бог силен Менять это через молитву Нам нужно идти В гвардию, идти В армию, идти Куда угодно Я не думаю, что Среди церковных людей Очень много Сегодня людей Которые уже были В военкомате И заявили о своей готовности Сражаться за Украину Где-то вы отождествляете себя с церковью Где-то вы отождествляете себя с христианством И вы понимаете, что вы можете Очень много сделать в духовном мире Я правильно понимаю? Или мы никак, ни к чему себя не отождествляем? Нам не хочется идти защищать страну? Нам не хочется идти молиться за страну? Где мы? Кто мы? Нам надо ответить на эти вопросы Это важно Прежде всего для нас с вами У каждого из вас есть семьи У каждого из вас есть бизнеса Вы имеете работу на сегодняшний день Всего этого можно лишиться в один момент Я хочу, чтобы вы услышали меня Всего этого можно лишиться в один момент Когда Гитлер поднимался Христиане были в таком же состоянии Они никак не отреагировали Они даже шли и голосовали за Гитлера Где-то поддержали его в этом Они были спокойны Как удавы И это спокойствие Привело ко Второй мировой войне Которая забрала Миллионы жизней И Богослов говорит Если бы в то время церковь поднялась Поняла и осознала Что ожидает мир Этого бы не произошло Послушайте, церковь Мы с вами Дети Божьи Хорошо знаем слово Многие из вас имеют стаж по 15 лет Сегодня модно оперировать этими годами Кто-то приходит и говорит Пастор, я отбарабанил 15 лет Имею право на заслуженный отдых Я насчитал, сколько я отбарабанил уже Просто, знаете, пришло, думаю Надо саму посчитать Может, я в действительности уже отбарабанил свою Я 30 лет уже в служении Сказали, сегодня 22 Но еще до церкви я служил 30 лет Может, хватит барабанить уже Может, пойти и начать отдыхать Откуда это у нас? Откуда приходят вещи, которые говорят о том Что ты уже можешь не служить Богу Ты уже можешь расслабиться Ты уже свое сделал Бог от тебя уже ничего не ожидает Послушайте Я думаю Что все это время Бог готовил нас с вами Возможно, к вот этому Очень серьезному Сражению Которое мы должны с вами выстоять Услышьте меня еще раз говорю Мы сегодня Подходим к тому моменту Которому Бог готовил нас Все эти годы Кого-то 15 лет Кого-то 20 лет Кого-то 10 лет Кого-то 5 лет Бог готовил к тому Чтобы мы сегодня Пришли на ночную молитву Как воины Иисуса Христа Воззвали к Богу Увидели результат Божий Бог готовит нас к этому Длительное время Возможно, чтобы сегодня Церковь могла сказать свое слово Было другое поколение Было поколение Которое вымолило Для нас с вами 20 лет мира Возможно, вы скажете Были какие-то вещи Не совсем хорошие Что-то хотелось бы поменять И так далее Но 20 лет Мы с вами имели мир Благодаря тому Что кто-то В ревности В ревности Послушайте Независимо ни от чего Все люди верующие работали В то время Не работать Это было Непопулярно Все люди работали Достаточно серьезно работали И потом После работы Служение нельзя было начать В 5 часов Как мы начинаем В 7 часов В 9 даже часов Нельзя было начать Служение началось В 12 ночи В час В 2 ночи Для того, чтобы Хоть как-то Защитить себя От Преследования Власти И несмотря на это Не нужно было Заставлять Не нужно было Напоминать Не нужно было Звонить В то время Не было Ни телефонов Мобильных Ни И Таких телефонов Особенно там У начальства В основном было У простых людей Не было Телефонов Никто не звонил Все сами Узнавали Приходили К друг другу Узнавали Где будет Собрание Потому что На собрании Не объявлялось Где будет Собрание Объявлялось За день Буквально Это расходилось Просто по Цыганскому радио И все люди Как один Были в церкви Они были Не сами Они были Со своими Детьми И люди Приходили И молились И люди Стояли В проломе За то Чтобы ты И я Все эти 20 лет Имели Свободу Имели Мир Над головой Имели Возможность Трудиться Работать И доработались До того Что мы Подрасслабились Мы почувствовали Что мы Уже Сила Где-то Уже Без Бога Можем Обойтись Можем Заработать Деньги Хорошо Провернуться Где-то Подняться Купить Машины Сделать Еще Что-то Сделать Еще Что-то И знаете И где-то Суета Это И желание Зарабатывания Денег Она настолько Сильно Овладела Людьми Что на Сегодняшний День Ситуация В которой Мы Оказались Она Не Случайная Это Последствия Теплости Божьего Народа Как Можно Изменить Эту Ситуацию Это То О чем Я хочу Говорить Сегодня Смирение Может Решить Наш Вопрос Послушайте Смирение Это Не Просто Слово С Которым Ты Можешь Согласиться Смирение Это Повседневная Работа В твоей Смирение Смирение Это Что-то Особенно Что Идет Через Всю Библию Это Ключ К Очень Многим Дверям Которые Возможно Не Открываются Сегодня В твоей Жизни И Поэтому Если Что-то В Библии Считается Важным Ценным Об этом Говорится И Повторяется Много Много Раз Подобным Образом Очень Часто Писание Говорит О Смирении Это Может Означать Лишь Одно Что Это Есть Что-то Особенное И Важное Для Каждого Из И Иисус Особенным Образом Выделял Смирение Он Достаточно Часто О нем Говорил Чтобы Его Ученики Впоследствии Записали Это И Записали Не Однажды Не Забывайте О том Что Он Проповедовал Каждый День Можно Сказать Постоянно Снова И Снова Годы Месяцы Служения И Тем Не Менее Именно Тема Смирения Неоднократно Повторяется Священном Писании Вспомните Иисуса Днем Он Проповедовал Что Он Делал Ночью Отдыхал Расслаблялся Парился Он Выходил На гору И Молился По сути Нам можно Чему-то Поучиться Если мы Считаем Себя Христианами Или Последователями Иисуса Христа Нам Нужно Чему-то Учиться У Нашего Иисуса Его Проповедь Евангелия Начиналась Со слов Покайся Он Предлагал Покаяться В грехе Гордости Потому что Гордость Это Противоположность Смирению Поэтому Смирение Это Качество Характера Совершенно Противоположная Гордость Более того Писание Говорит Что Бог Ненавидит Гордость И Библия Говорит Что Бог Противится Гордым Вы знаете Мы можем Удивляться Тому Что Иногда Мы Не Получаем Какие-то Ответы На Наши Молитвы Мы Обращаемся К Богу Молимся Раз Два Три Четыре Десять Год Два Три И Не Получаем Ответа Иногда Мы Даже Не Задумываемся Над тем Что Есть Какие-то Вещи Которые Могут Просто Останавливать Божьи Движения В нашей Жизни И Не Просто Останавливать Бог Может Идти Против Нас Вы Представляете Всемогущий Бог Могущественный Сильный Величественный Сравниться С которым Просто Нет Возможности Это Величие Идет Против Тебя Скажите У вас Есть Шансы Противостоять Этому Большинство Есть Мы Не Можем Противостать Богу И Иакова Четвертая Глава Шестым Стихом Говорит Об Этому Гордость Возглавляет Список Ненавистных Богу Вещей Притча Шестая Глава Шестнадцатым Девятнадцатым Стихом Притча Шестая Глава Шестнадцать Девятнадцат Написано Так Вот шесть Что ненавидит Господь И даже Семь Что мерзость Душей Его Глаза Гордые Язык Лживый И руки Проливающие Кровь Невинную Сердце Кующие Злые Мысли Замыслы Ноги Быстро Бегущие К злодейству Лжесвидетель Наговаривающий Лож И сеющий Раздор Между Братьями Кто-то Из Пастырей Черкасских Обсуждая Тему Того Что происходит На Украине Сказал Так совпало Что Все эти Семь вещей Очень Сильно Процветали На Украине Неправедные Суды Шла на Зеленый Свет Светофора В этот момент Ее сбивает Человек Вместо Того Чтобы Помочь Ей В больнице Полечить Этот человек Пошел Заплатил В прокуратуре В суде И в конечном В итоге Она оказалась Еще и виновата Это такие Моменты Которые С которыми Наша церковь Сталкивалась Моменты О которых Мы знаем А сколько Моментов Которых Мы не знаем И так Так совпало Что Что На Украине Это происходило Послушайте Библия Очень четко Говорит К нам Если Народ Мой Именуем Именем Моим Смириться Передо Мною То Бог говорит Что Сделает Я Услышу Молитвы Их И что И Слю Землю Их Послушайте Если мы понимаем Что это слово Обращено К нам Если мы понимаем Что Бог Ожидает От церкви Божьей Это не Обращение К миру Это обращение К народу Который Минуется Именем Божьим Это Христиане Это Люди Которые Знают Бога Не понаслышке И именно К верующим Людям К церквам Сегодня Божье слово Обращено К тому Чтобы церковь Смирилась Сегодня Чтобы церковь Услышала Сегодня Бога Чтобы церковь Отреагировала На то Что происходит Сегодня На Украине Это Божьи Ожидания Вы можете Сказать Мы Не Не Занимались Неправедными Судами Мы Не делали Этих Семь Вещей Которые Ненавистны Богу Но Мы Жили В стране Где Это Происходит Это Дело Наш Народ Где Это Наши Родственники Где Это Наши Близкие Где Где-то Еще Кто-то И Не Нам Выяснять И Рассказывать Богу Где Это Должно Происходить На самом Деле Хотя Можно Назвать Масса Других Стран Которые Более Погрязли В грехах И так Далее Можно Сказать Господи Ты Там Еще Не Разобрался Что Ты За Украину Взялся Но Мы Не Вправе Рассказывать Ему Об Это Мы Не Вправе Говорить Богу Где И С Кого Он Должен Начать Есть Вещи Которые Мерзкие Для Бога И Бог Судится С Этими Вещами Я Верю Что Церковь Она Сегодня Может Занять Правильную Позицию Если Она Поймет Что Такое Смирение Бог Ненавидит Гордость Но Он Также Любит Смирение И В притчах 16 Глава 18 Даже Сказано Что Погибель Предшествует Гордости И Иисус Постоянно Призывал К полному Смирению Важно Понимать Что Он Подразумевал Когда Говорил Если Кто Хочет Следовать За Мною Отвергни Себя Возьми Крест Свой И Следуй За Мною И Здесь Он Говорил О Смирении Он Обращался К К К К Израиля В К К К К К К К Духовная Гордость И Это Также Было Неприемлемо Богу Сегодня Мы Можем Видеть Нечто Подобное В Культуре Современного Общества Которое Ставит Самооценки Человеку И Ставит Во главе Всего Можем Видеть Как Люди Поднимаются В Своих Глазах Уходят Гордо Надменно Смотря С Высоты На Других Но И Мы Должны Осознавать Что На самом деле Суть То Не В Нас А В Нем Все Что Существует Существует Для Бога На Сам Деле Он Первостепенен Можете Сказать Аминь Я Говорю Об Этом Потому Что Я Осознаю Сегодня Что Не Все До Конца Осознают Что Он Первостепенен Так Сложилось Что Суета И Все Окружающее Нас Поставило Нам Некоторые Цены Изменило Наши Ценности Поставило Некоторые Приоритеты Которые Сегодня Стоят Выше Бога Которые Сегодня Стоят Выше Его Ценности Но Он Первостепенен Он Во всем И без Него Все Перестает Существовать Не Бог Для Человека А Человек Для Бога И нам Нужно Возвратиться К этим Вещам Нам Нужно Осознать Эти Вещи Я скажу Даже Более У нас С вами Никакой Своей Цели Иногда Ставим Цели И так Далее Без Бога На самом деле У нас Нет Цели Мы Были Сотворены Ради Его Цели Сегодня Даже Это Воспринимается Как-то Эгоистически Со стороны Бога Да Как Это Так Сотворить Нас Ради Своей Цели Но Это То Что На самом Деле Должно Присутствовать В понимании Твоем И моем В твоем И моем Сердце Вот Почему Некоторые Молитвы Остаются У нас Неотвеченными Мы Не Понимаем До Конца Ради Чего Мы На самом Деле Должны Жить Что Ж Такое Смирение И Как Его Можно Обнаружить Давайте Вспомним Как Дел Иисус Когда Он Хотел Что-то Разъяснить Своим Ученикам Он Рассказывал Им Притчи Да Давайте Тоже Рассмотрим Одну Притчу Чтобы Лучше Понять Что Такое Смирение Давайте Посмотрим На Одну Притчу Мальчик Лет Пяти Шести Гулял С родителями По лесу Увидел Чистый Ручеек Он Напился Свежей Воды И потом Ради Забавы Взял В руки Веточку И Принялся Мутить Воду В этом Ручье Дно Было Землянистым И На Поверх На Туча Пошел Мул Листья Павшие И так далее И очень Скоро Этот Мальчик Потерял Интерес К этой Воде Она Уже Была Мутной И Неприглядной Он Встал И Убежал Немножко Выше В горах Был еще Один Мальчик Который Тоже Подошел К ручейку Напился Воды И Начал Играться Но Так Как Дно Было Каменистым Вода Осталась Чистой Послушайте Что-то Подобное Происходит В наших Сердцах На вид Это Чистый Источник Как Только Ты Начинаешь Там Севелить Этой Палочкой И Делать Вещи Которые Неприятны Этому Человеку Начинает Подыматься Все Что лежит Глубоко В нашем Сердце И Очень Скоро Ты понимаешь Этот сосуд На самом деле Не такой Чистый Не такой Приглядный Каким Он Казался До Начала Того Или Иного Разговора Очень Важно Чтобы Мы с Вами Были Теми Источниками Которых Слово Божье Как Камни Заложено Наше Сердце Знаете Как Мозаикой Выложено Кто Бо Что Не Крутил Чтобы Кто Не Мутил В твоей Жизни Ты Остаешься Чистым Источником Для Бога Ты Покрываешь Любовью Ты Прощаешь Что Может Произвести Такую Работу В нашей Жизни Смирение Когда Ты Понимаешь Что Кто Бо Не Мутил Кто Бо Что Не Дел Значит Бог Позволил Это Сделать Значит Бог В чем То Испытывает Меня Значит Бог В чем То Проверяет Меня Я Буду Оставаться Непоколебимым Я Буду Просить Бога Помощи Крепости Я Буду Вспоминать Слово Божие Которое Читаю Ежедневно И Это Слово Будет Делать Меня Крепким И Непоколебимым Смирение Созидает Наш Источник Смирение Делает Наш Источник Невозмутимым Для Посторонних Разговоров Сплетен Попыток Забрать Мир Твой И так Далее То есть Смирение Оно Дает Тебе Возможность Ходить В целостности Смирение Дает Возможность Ходить Тебе В прощении И поэтому Пусть Бог Благословит Каждого Из нас Осознавать Мы С вами Нуждаемся В смирении Истинное Смирение Всегда Незаметно Поэтому Его Трудно Найти Но Когда Найдешь Его Оно Тебя Никогда Не Предаст Если Ты Найдешь Этот Источник Смирения Если Ты Напитаешься Этим Смирением Оно Никогда Тебе Не Предаст И ты Будешь Видеть Реально Божью Руку Божье Участие В твоей Моей Жизни Смирение Смирение Плод Или Награда Как Мы Получаем Смирение Мы Получаем Его Как Дар Безвозмездно Как Что-то Чем Мы Можем Пользоваться Не Ложа Это Никакой Цены Конечно же Нет Мы Платим Определенную Цену Чтобы Получить Смирение Мы Изменяем Свой Характер Мы Изменяем Какие-то Ценности И Приоритеты В своей Жизни Мы Ставим Что-то На Первый План Нашей Жизни И Первый План Это Бог Его Присутствие В твоей Жизни Когда Ты Понимаешь Что Ты Не Можешь Ничего Без Бога Когда Ты Понимаешь Что Ты Зависим От Него Твоя Жизнь Твои Ценности Все Начинает Меняться И Только Когда Ты Теряешь Это Понимание Когда Тебе Кажется Что Ты Уже Настолько Укрепленный Ты Насколько Мудр Ты Насколько Способен Ты Насколько Прогрессивен Ты Насколько Умен Что Ты Можешь Обойтись Без Него Только Тогда Ты Теряешь Этот Фокус Который Был На Иисусе И Очень Скоро Ты Понимаешь Кто Ты И Что Тебе Необходимо Делать Дальше Как Как и Другие Благородные Качества Характера Человека Смирение Оно Приобретается 1 Петра 5 глава С 5 по 6 стихи Написано Написано Так же И Младше Повинуйтесь Пастырям Все Подчиняясь Друг Другу Облекитесь Смиренным Мудрым Потому Что Бог Гордым Противится А Смиренным Дает Благодать И Так Смиритесь Под Крепкую Руку Божью Да Вознесет Вас В свое Время Вот Чем Секрет Того Почему Те Кто Много Мнит О себе По сути Бедны Духовно Осмиренные Создающие Свои Осознающие Свои Недостатки Они Подымаются Они Становятся Действительностью Духовными Людьми Именно Смирение Оно Приносит Такое Подлинное Духовное Богатство Павел Пишет Второе Послание Коринфянам Двенадцатой Главе Седьмым Стихом Второе Послание Коринфянам Двенадцатая Глава Седьмым Стихом Написано И Чтобы Я Не Превозносился Чрезвычайностью Откровений Да На Мне Жало Вплоть Ангел Сатаны Удручать Меня Чтобы Я Не Превозносился Вы можете Заметить Что люди Которые Получали Какое-то Доверие От Господа Какой-то Лимит Доверия И Бог Ставил их На какие-то Позиции Они Имели Всегда Какой-то Жало Для того Чтобы Постоянно Находиться В смиренном Состоянии И Павел Говорит Об этих Вещах Многие Богословы Спорят По этому Поводу Какое Жало Павел Имел Есть Масса Таких Вещей О которых Они Говорят Но тем Не менее Он имел Это Он ходил В этом И Бог Очень сильно Использовал Его Марка 6 глава 4 стих Иисус Сказал им Не бывает Пророк Бесчести Разве Только В Отечестве Своем У Сродников В доме Своем Вы помните Что везде Где бы Иисус Не ходил Везде Ходила толпа Они Слушали Его Он был Для них Огромным Авторитетом Они Ходили За ним Днем И ночью И постоянно Ожидали Слов От него И когда Он приходил В свою Землю Люди Говорили А не сын Лето Плотника Наш Иосифа Зачем Нам так Внимательно Слушать Его Это же Парень Который Вырос Среди Нас Ему Тоже Нужно Было Смиряться Там Где Хотелось Бы Чтобы Люди Принимали Тебя Твои Родственники Твои Близкие Твои Родные Там Иисусу Нужно Было Смирение Итак Когда И где Нам Нужно Смирение Дорогие Мне Мне Очень Хочется Чтобы Вы Понимали Что Такое Смирение На самом деле Смирение Это твоя Готовность Ответить Богу На Его Призыв Смирение Это Когда Ты Нисколько Говоришь О своем Я Сколько Говоришь О его Мнении Тебя Больше Заботит То Что Он Думает О тебе Нежели То Что Ты Думаешь О себе Это Смирение Послушайте Находиться В служении Это Смирение 30 Лет Находиться В служении Это Смирение 15 Лет Находиться В служении Это Смирение Не Смирение Когда Ты Говоришь Все Господь Все Совершил Все Сохранил Теперь Готовится Мне Венец Славы Еще Лет Десять Ты Ожидаешь Венец Славы Это Он Говорит Нам Когда Нам Уже Достаточно Это Его Голос Мы Должны Услышать Это Не Наше Мнение Пришел Домой Посмотрел Свои Блокноты Вау Я Уже 15 Лет В Служении Жена Ты Слышишь Я Уже 15 Лет Служение Пора На Заслуженный Отдых Пора Отдыхать Послушай Это Не тебе Решать Когда Пора Когда Не Пора Спроси Его Послушайте Я Знаю Людей Которые По 70 Лет Уже В Служении Живые Люди 70 Лет Служения Есть Люди Которые Уже И Больше Находятся В Служении И У них Никогда Не Была Мысли О том Что Я Уже Перетрудился Для Господа Большинство Из Вас Вы Пришли К Богу Уже Будучи Зрелыми Людьми Я Не Думаю Что Вам Нужно Считать Сегодня Годы Для Чтобы Сказать Все Достаточно Я Уже Переслужил Ему Пусть Смирение Мотивирует Тебя К тому Чтобы Делать Это Снова Снова И Снова Послушайте Особенно Когда Происходили Эти События Мама Я Уже Говорил Мама Звонит Регулярно Она Как Мама Она Заговорит Юра Ты Помнишь Сколько Ты Уже Служишь Богу Вы Помни Когда Она Уезжала Она Тоже Сделала Нам Документы Мы Тоже Должны Были Уехать Вместе С ней И То Чем Мы Уговорили Маму Мамам Мы В Служении Мы Не Можем Оставить Это Все Первое Что Мы Говорили Нам Нужно Поднять Людей Нам Нужно Поднять Людей Которые Могли Бы Нести Это Все И Тогда Мы Будем Свободны И Мы И Мы Поедем И Она Говорит Синок Коли Ж Ты Поднимешь И Конец До Концов Синок Уже Сколько Лет Прошло 22 Года Уже Прошло Ты Каже Уже Подервался Никак Не Можешь Поднять Сейчас Она Говорит Слушай Ты Сделал Дело Божье Потрудился Люди Покаялись Люди Поднялись Бери Детей Приезжай И Знаете Если Бо Я Считал Сколько Я Отбарабанил Я Бо Наверное Давно Уже Так И Сделал Очень Много Было На Эти Ситуации В моей Жизни Когда Люди Плевали В душу Своей Неблагодарностью Безучастием И Так Далее И Была Масса Поводов К тому Чтобы Сказать Господи Течение Совершил Учение Сохранил Дай Дай Мне Чуть Пожить Свинцом Где-то Там За Океаном Но Вы Знаете Думаешь О том Что Он Думает Рассуждаешь Над тем Чего Он Хотел Бы От Тебя И Когда Ты Думаешь И Заинтересован В том Чтобы Исполнить Его Волю Мышление Совершенно Другое Ты Не Думаешь О себе Знаете Больше Думаешь О детях Уже И мама Говорит Юра Хотя бы Детей Отправь Там Уже Решили Вы Там Уже Хоть Детей Мне Отправь Ну Хорошо Мама Начала Там Спрашивать Как Сделать Вызовы И так Далее Дети Подходят Ко Мне Папа Ты Нас Спросил Спросил Ли Ты Нас Хотим Ли Мы В Это Время Уехать С Украины Я Слышал Те Слова Я Понял Мы Не зря Жили На этой Земле Мы Не зря Что-то Вкладывали В Жизнь Наших Детей Яна Девочка Говорит Папа Если Надо Будет Мы Умрем Здесь За Эту Страну Послушайте Возможно Нам Не Нужно Умирать Нам Нужно Только Смириться Под Крепкую Руку Божию Нам Нужно Сделать То Что Бог Ожидает От Нас Так Немного Смирения Перед Величественным Могущественным Богом Не Перед Кем То Кто Не Имеет Никакой Силы Кто Не Имеет Никакой Власти Кто Пытается Тебя Заставить Стать Под Его Власть Это Бог Богов Царь Царей Господь Господствующих Он Просит Нас Смириться Под Его Крепкую Руку Скажите Он Так Много Просит От Нас Это Сверх Наших Сил Нам Так Тяжело Сделать Эти Вещи Нам Так Тяжело Быть Во Время Поста Здесь В Этой Церкви Чтобы Молиться И Ходотайствовать За Нашу Страну Нам Так Сложно Выделить Время Для Того Чтобы Быть В Его Присутствии Что Происходит С Нами Переоцени Просто Сделай Переоценку Задумайся Над тем Что Происходит Вокруг Сегодня Слово Божие Говорит Мы Можем Изменить Эту Ситуацию Мы Можем Изменить Эту Ситуацию То Что От нас Требуется Так Немного Смирение Перед Живым И Могущественным Богом Смирение Узнать Его Волю Узнать Что Он Думает Обо Мне Узнать Где Он Хочет Использовать Меня И Жить Соответственно Его Призванию Это Не Так Много Но Это То Что Он Ожидает Это То Через Что Он Стучит Твое И Мое Сердце Это Это Что Он Хочет Видеть В Своем Народе Бог Желает Видеть Наши Перемены Если Народ Мой Именем Моим Смирится Передо Мною Я Услышу Их И Исцелю Их Землю Мы С вами Нуждаемся Сегодня В том Чтобы Наша Земля Была Исцелена Мы Нуждаемся В том Чтобы Бог Сверхъестественным Образом Пришел В эту ситуацию Изменил Ее Мы Понимаем Что Мы Зависим От Бога Как Никогда Мы Все Это Понимаем Почему Мы Зависим Не От Него Сегодня Почему Мы Зависим От Информации Войска Отошли Молитвы Отошли Войска Подошли Молитвы Подошли Послушайте Мы С Братьями Говорили Сколько Мы Будем Молиться На Площади И Все Один Голос Сказали До Выборов Это Точно Потому Что Сегодня Все Делается Для Того Чтобы Выборы Не Застоялись Для Того Чтобы Считать Украину Нелегитивной Страной Для Того Чтобы Делать Все Что Хотят И При Этом Говорить О том Что Вы Нелегитивны Сегодня Говорит Какие Выборы Отмените Все Выборы Давайте Референдумы Делать Какие Референдумы Давайте Пусть Народ Наверное Скажет Своё Мнение Пусть Люди Скажут Что Они Хотят В плане Выбора Нет Почему Потому что Россия Хочет Чтобы Были Референдумы Понимаете Происходят Вещи Которые Которые На самом деле Не должны Происходить И для Того Чтобы Это Не Происходило Для Того Чтобы Бог Расставил Все На Свои Места Церковь Должна Смириться Послушайте Как никогда Раньше Мы должны Славить Бога И в Прославлении Должно Быть Очень Много Людей Потому что Это Поклонение Живому Реальному Действующему Богу Как никогда У нас Должна Быть Огромная Группа Порядка Которая Была Бы Действительностью На Высоком Уровне Как никогда Мы Не должны Иметь Никакой Нужды В Людях Которые Скажут Я Мясокомбинат Я Цементный Завод Я Молокозавод Я Знаете Сегодня То время Когда Каждый Должен Сказать Я хочу Вложить Свою Лепту В том Чтобы Это Смирение Пришло Я готов Вложить Свою Лепту Чтобы Эта Победа Пришла На Украине Я готов Делать Все Чтобы Это Произошло Слава Богу За Ваш Аминь Я Верю Что Мы Больше И Больше Начнем Осознавать То Что На самом Деле Происходит Вокруг И Что Зависит От Нас Я Не Знаю Что Еще Нужно Допустить На Украине Чтобы Люди Начали Бежать В Церковь Я Не Знаю Что Еще Нужно Сделать Я Не Знаю Должны Взрываться Города Заводы Фабрики Что Должно Произойти Для Того Чтобы Люди Поняли Нам Все-таки Нужно Смириться Перед Богом Давайте Не Будем Ожидать Этих Вещей Давайте Не Будем Ожидать Того Что На Сам Деле Может Произойти На Украине Давайте Предотвратим Эти Вещи И Предотвращение Это Смирение Всего Божьего Народа Предотвращение Это Когда Весь Народ Сказал Боже Мы Смиряемся Перед Тобой Все Наши Ценности Которые Были Выше Тебя Мы Слаживаем Мы Устраняем Это Все Божье Потому Что На Первом Плане Стоишь Ты И Только Ты Твое Дело Твоя Воля Твои Желания Прежде Всего В моей Жизни Вот Это Смирение Когда Ты На Сам Деле Понимаешь Что Ты Зависишь От Него Псалом 21 Во Второй Четвертой Стихи Боже Мой Боже Мой Для Чего Ты Оставил Меня Далеки От Спасения Моего Слова Вопля Моего Боже Мой Я Вопию Днем И Ты Не Внем Лишь Мне Ночью И Нет Мне Успокоения Но Ты Святый Давид Находится В отчаянии Он Кричит Боже Мой Боже Мой Для Чего Ты Оставил Меня Он Молится Днем И Ночью Но Бог Не Слышит Его Он Не Отвечает Ему И Кто-то Может Скаж Что-то Здесь Не Так То Ли Давид Не Понимает Чего То Но То Что Давид Понимает Что Несмотря Ни На Что Бог Остается Богом Он Остается Святым Аминь И Поэтому Этот Вопль Давида Является Воплем Большинства Из нас Хотя Мы Боимся Себе В этом Признаться Так Важно Чтобы Ты И Я Мы Осознали До Конца Все Дело В нашем Смирении Молитва Не Меняет Ситуацию Она Меняет Нас Меняет Нас Пока Ситуация Не Изменится Давид Не может Успокоиться Он Кричит Вопьет Бог Но Мы Должны Осознавать Смирение Все Приводит Божественный Порядок Смирение Все Расставляет На свои Места Второе В чем Мы можем Смирять Себя Первое Мы сказали Это молитва Второе В чем Мы можем Смирять Себя Это Пост Одна Из целей Поста По Писанию Это Смирить Себя Перед Богом Давид Сказал Я Смиряю Душу Мою Постом Это Псалом Три Четвертая Глава Четырнадцатым Стихом Бог Не смирит Нас Потому что Бог Сказал Чтобы Мы Сами Смиряли Себя И Когда Мы Смиряем Себя Бог Возвышает Нас Это Принцип Он Проходит Через Все Писание Иакова Первая Глава Девятый Десятый Стих Иакова Первая Глава Девятый Десятый Стих Дохвалится Брат Униженную Высотою Своею А Богатый Унижением Своим Потому что Он Придет Как Цвет На Траве Только Смиренному Человеку Бог Может Доверить Свою Силу Только Человек Который Находится В смирении Только Это Нелегко Ты Где-то Идешь На Компромисс Со Своими Делами Со Своими Задумками Со Своими Целями Со Своими Мечтами Это Где-то Отнимает Твое Время Но Это То Время Которое Ты Посвящаешь Богу Смиряя Себя Перед Ним Поэтому Служение Это Твое Смирение Перед Богом В Обыденной Жизне Сегодня Ночью Слышал Как Тоня Кашляла Практически Полночи Я утром Встал Ты не Пойдешь На собрание Будешь Дома Нет Я Пойду Что Мотивирует Ее Что Заставляет Ее В тот Момент Когда Есть Предлог Есть Возможность Остаться Дома Что Мотивирует Смирение Перед Богом Она Понимает Что Ей Нужно Быть Здесь На Передовой Потому Что Идет Духовная Война И Я Скажу Деял Пытается Атаковать Сегодня Постарее Служителей Все Кто Идет На Передовой Девол Атакует Но мы Понимаем Что Мы На Передовой И Это Война И Поэтому Очень Хочется Чтобы Каждый Человек На Сегодняшний День Почувствовал Себя В армии Божьей Сегодня Идет Мобилизация Духовная Мобилизация Точно Так Как Она Идет В физическом Мире Люди Идут Самооборону Люди Идут В гвардию Люди Идут В армию Украинскую Кого-то Кто-то Идет Добровольцем Кого-то Вызывают По повесткам И так далее Идет Мобилизация Послушайте Нам тоже С вами Нужно Мобилизироваться Если Ты уже Давно Устал От служения Отбросил Это в сторону Посчитал Что это Не столь Важное Для твоей Жизни Что это Вообще Мобилизируйтесь Если ты что-то делал Для Бога И это получалось Сегодня Бог Нуждается В тебе Сегодня Бог Нуждается В том Чтобы ты Снова Возобновил То что ты Умеешь Делать И то что Может принести Пользу Сегодня для Церкви Дьявол Не хочет Чтобы церковь Была сильной Сегодня Дьявол Не хочет Чтобы церковь Сегодня Достигала Цели Дьявол Не хочет Чтобы в церковь Сегодня Приходили люди Дьявол Дьявол не хочет всего этого. Дьявол хочет, чтобы церковь была слабой, непонятной, теплой, которая ничего не может, ни на что не может влиять, ничего не может менять, которая просто есть, потому что есть. Это то, чего хочет дьявол. То, чего хочет Бог сегодня. Мобилизировать все силы. Бог сегодня желает, чтобы как никогда раньше церковь поднималась все больше, больше, больше. Чтобы церковь стала сильной церковью. Чтобы все эти таланты, все эти дары, весь тот опыт, а опыта у нас больше, чем достаточно, мы сегодня применили для того, чтобы противостоять всякому роду зла. Чтобы выступить сегодня, как одна целая армия противостоять дьяволу. Сегодня мы можем это делать. Мы сегодня можем сражаться за наши города. Мы сегодня можем молиться в духовном мире. Сражаться против того, что дьявол имеет в своих замыслах по отношению к Черкасам, Черкасской области, Украине в целом. Мы можем влиять на эти вещи, если церковь стоит на своем месте. Если церковь занимает позицию, которую Бог дал ей в плане власти, в плане посвященности, такая церковь может влиять очень сильно в духовном мире. Поэтому, если вы считаете себя воинами Иисуса Христа, займите свою позицию в церкви. Если вы не желаете занимать позицию в церкви, идите в армию. Я говорю очень, очень серьезно и очень открыто. Идите в самооборону. Идите в гвардию, если вам больше 55. Но что-то делайте для того, чтобы изменить ситуацию. Потому что Бог сегодня ищет людей, которые бы стали в проломе. Бог сегодня ищет людей, которые бы стали в проломе и выстояли в этом духовном сражении. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем. Если вы считаете себя духовными людьми, мобилизуйтесь в его армию. Начните делать то, что вы не делали вчера, позавчера и третьего дня. Если вы занимались группой порядка, и давно уже этого не делаете, видите, что группу порядка можно изменить. Начните это делать. Возвратитесь туда и сделайте это. Если вы были в группе прославления или находились в других служениях, очень важных служениях, вы влияли на церковь. Сегодня возвратитесь и начните влиять. Давайте забудем, кто сколько отбарабанил. Давайте начнем делать дело Божие вместе. Я больше всех вас могу сказать, что я отбарабанил больше всех вас. Но я не говорю этих вещей. И я не буду считать, сколько я отбарабанил для Господа. Я буду барабанить до тех пор, пока барабанится. И советую вам делать то же самое. Не будьте духовными пенсионерами. Такого понятия нет, оно отсутствует. Пенсионеров духовных нет. Поэтому Бог сегодня призывает тебя и меня. Давайте откликнемся. Давайте ответим Ему. Давайте позволим Ему делать что-то в нашей жизни, меняющее нашу жизнь. Филиппийцам 2 глава 3-4 стих. Филиппийцам 2 глава 3-4 стих. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Но посмиренно мудрою почитайте один другого в высшем себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о другом. Римлянам 12 глава 13 стих. Не высоко мудрствуй, но последуй смиренным, не мечтай о себе. Иакова 4 глава 10 стих. Смиритесь перед Господом. Петра 5 глава 6 стих. Смиритесь под крепкую руку Божию. Пророк Иеремия призывает от Бога. Иеремия 13 глава 18 стих. Смиритесь и сядьте пониже. Бог сегодня через Своё Слово предлагает каждому из нас смириться и занять свою позицию в Его Царстве. Давайте мы встанем. Я попросил вас, чтобы мы все сегодня поговорили с Богом. Я верю, что Бог сегодня говорил и обращался к вам через это Слово. Я верю, что Бог говорил к вам сегодня о смирении. Я верю, что у вас есть, что ответить Ему и сказать Ему. Возможно, это покаяние, возможно, это обещание. Что бы это ни было, поговори сегодня с Богом. Бог здесь, чтобы услышать тебя. Бог здесь, чтобы коснуться и исцелить тебя. Бог здесь, чтобы возобновить твои силы, твои утраченные способности, твои знания, которые ты забросил в какой-то старый сундук. Бог усилит сегодня восстановить всё и расставить всё на свои места. Он сегодня стучит в твое сердце. Отец, небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь, на этом месте. Мы благодарим за то, что Ты через Своё Слово прикасался к нам сегодня. Боже, Твоё присутствие так сильно на этом месте. Отец, Ты говорил к нам. И сейчас то время, когда мы говорим к Тебе. Боже, прости нас, очисти, освети. Мы сперяемся перед Тобой, Отец. Возможно, в наших мыслях, мечтах и ценностях мы поставили Тебя далеко сзади. Возможно, мы давно уже бежим впереди Тебя. И просим Тебя, чтобы Ты догонял и помогал нам. Отец, мы сегодня имеем желание изменить ситуацию. Мы останавливаемся и даём Тебе возможность быть впереди. Иисус, веди нас, подсказывай нам, руководи нами, направляй нас, как главнокомандующий Отец. Веди воинов Своих. Мы открыты смиряться перед Тобой. Мы открыты ходить в послушании Тебе. Мы открыты ходить в смирении. Благодарим Тебя, Господи. Славим Тебя, Отец. Ты достоин всей славы. И мы благодарим Тебя, наш Царь. Благодарим Тебя, наш Бог. Благодарим Тебя, наш Отец. Ты достоин всей славы Слава Тебе, Господь Слава Тебе, Господь Слава Тебе, Отец Слава Тебе, Господь